Добрый день! Сегодня, когда мы приехали сюда, а это подворье Новоспасского Ставропегиального мужского монастыря, в селе Меляково почему-то вспомнились строки блока. Помните, наверное, хорошо «О весна без конца и без края, без конца и без края весна, признаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном щита». И вот как только мы ступили на землю этого подворья, подворье находится недалеко от Москвы, как раз нас приветствовал настоятель этого подворья, игумен Серафим, и он воскликнул «С весной!» Вот как раз какая весна, мы посмотрим здесь, ну и, конечно же, обязательно что-то приготовим в эту пору. Отец Серафим, мы рады, что мы к вам приехали! Взаимно, взаимно, всегда рад. Долго не было вас, начал соскучать, подумал, что не востребован, нелюбим. Нет, я вам хочу сказать наоборот, это вы единственный человек, который получает огромное количество заявок, лайков, да, как сейчас говорят, и вот хотим увидеть отца Серафима, поэтому мы к вам и приехали. Я предложил вам паштет из бобов, я предварительно отварил, это не баночные бобы. Я стараюсь консервированные продукты не готовить и не рекомендую, как бы сказать, никому в постоянном. Почему? Ну, в исключительных случаях, конечно, туристы должны их кушать консерву. Ну, вообще, в принципе, консервированные продукты, они не столь, мне кажется, хороши, как... Настоящие. Да, настоящие. За натурализм. Да, за натурализм. Значит, предлагаю сделать... Это очень простое блюдо. Помимо замачивания ночного фасоли и отваривания ее, все блюдо будет готовиться 15 минут. Ну, давайте, распределяйте задания. Значит, Юля Владимировна, да, у меня фасоль отварена, свекла отварена, я занимаюсь жареным лучком для этого, а вас попрошу, значит, сблендировать... Ой, это я люблю. Да, вот эту массу, пожалуйста, вот нажимайте кнопочку вот эту... Я разберусь. Да, а я делаю руку. Ну, сейчас я тогда пожужжу. Так, и хочу предупредить, ножи очень острые, аккуратно, на кухне, вот так вот, такими ножами надо работать, все остальное это не ножи, это хлам. Что изменилось на подворье с лета-то? С лета был снег, потом он растаял. А, мы положили асфальт, благоустроили территорию, нашлись люди добрые. Все, я жужжу тогда. Давайте, вы жужжите. Лучок я порезал, значит, я люблю лук, во всех передачах его практически использую, ну, и не только в передачах, а в жизни. Вот, значит, разогретая сковородка, я люблю, чтобы сковородка была горячая всегда. Все, сковородка горячая. Масло берем, конечно, оливковое. Разоримся на передачу для родного, любимого телеканала. Вот, масло разогрелось, лучок обжарю. И потом, когда вы, как раз к моменту, когда закончите блондировать, у меня будет жареный лучок. Вот, добавим с вами туда соль, белый перчик. Так, не вижу белого перчика. Вместе с луком обжарим чеснок, чуть-чуть, немного, без ажиотажа. Хотите, добавим немножко лимона? Хочу. Ну, давайте разнообразим. Дайте в свеклу лимон добавим, а в бобы не будем добавлять. Ну, как скажете. Туда же, кстати говоря, если есть тхина, у кого есть тхина, ну, это протертая паста из кунжута. Ну, если добавить тхины, практически получится хумус. Любимое ближневосточное блюдо. Вот, а мы просто кунжутом сверху посыпем. Орешками будем посыпать сверху. Внутрь мы добавим только жареный лук с жареным чесноком, соль и белый перец. Если нет белого перца, можно добавить черный перец. Не имеет принципиального значения, но белого нежнее вкус. Ну, давайте лук отправляемся. Ой. Да? Сначала так бурно, энергично. Будем энергично готовить. Ну вот. Что обсудим? Ну, духовность. Да, духовную духовность точно. Забыл. СМЕХ Расскажите нам вашу кратчайшую ныне проповедь. А, вы уже знаете ее, да? Ну, вы же мне сообщили по телефону. Духовная духовность и духотворяет наш дух. Аминь. Все прихожане говорят аминь. Ну, это, естественно, это сарказм о том, что не надо говорить банальности. Даже если ты облечен в священные ризы, банальности – это то, что дискредитирует церковь, священнослужителей, вообще любого человека – политика, специалиста, профессионала, журналиста. Как же избежать банальности? Ну, учите. Больше молчать, больше читать, думать, работать и отвечать тогда, когда тебя спрашивают. Ну, а как еще? Вести духовный образ жизни, аскетику. У кого-то получается сейчас? Наблюдать за тем, как к тебе приходят помыслы, как в тебе рождаются и крепнут страсти, что помогает с ними бороться, ну, то есть заниматься своим спасением, а не декларировать его. Ну, это опять к вопросу о том, что надо быть и не казаться. Ну, в общем-то, это опять же все банальности. Давайте готовить еду вкусную и полезную для наших телезрителей. Человеку верующему все интересно в церкви, да? И, а тем более, если рассмотреть верующего человека не исключительно как религиозный субъект, а как целостный организм, который воспринимает события окружающего мира, природы, смена времен года, все воспринимает вот как благодарные чадо Божие. Ему все в радость. Снег первый выпал. Это же повод поблагодарить Бога. Вкусно поел – то же самое. Встретил человека, с которым интересно проговорил до полуночи. Это все вызывает в верующем человеке отзыв в сторону Бога, благодарность. И вот это то самое зерно, которое должно у нас пасть и прорасти. Такая вот внутренняя обращенность именно к Творцу. Это не значит, что нам все перестает быть интересно. Серый такой зомби какой-то, который только читает там акафисты. И совершенно не понимает, что весь мир гораздо шире, чем узкорелигиозные какие-то слова, фразы и, значит, вот эта обрядовость. Это же гораздо шире, чем эта вселенная, космос, там в нем все. И это все, когда вот зерно это пало, проросло, это все устремляет его к Богу. И в итоге делает его гармоничным, счастливым человеком, ответственным членом общества, патриотом и архиереем. В итоге. Ну, потому что только лучшие становятся лучшими. Википедия, дробь кулинара. Так, вот лук я чуть-чуть пережарил. Разговоры ваши... Ну, понятно, мы вас... Меня отвлекли. Вот, туда, жареный. Жареный лук с чесночком уже у меня. Вот. Ну, наверное, хватит. Все-таки мы бобы собираемся есть. Они жареные. Жужжим. Жужжим, да? Да, жужжим, жужжим. Так, Юлия Владимировна, пока вы крутите фасоль, доводите ее до совершенства, до диала. Я быстренько на мясорубке свеклу для нашей второй закуски сделаю. Хорошо. Если нет мясорубки, я бы ее мог потереть на самой мелкой терке. Ну, она же прекрасная терка-то вот эта вот. Ваш помощник немецкий. Мне больше нравится мясорубка для свеклы. Ну, хорошо. Да. И как вы думаете, добавить в эту закуску чуть-чуть бобов? Конечно. Проведем бобы красной... Нитью. Нитью. Чесночок. И чуть-чуть бобов. Так. Чуть-чуть. А, все. Так. Ну, вот, не знаю. Теперь вот, что у нас получилось в результате, значит, прокручивания на мясорубке свеклы. Чуть-чуть чесночка я добавил и чуть-чуть бобов. Для того, чтобы просто вот у нас как бы показать, как можно использовать бобы. Если у вас на кухне остается полплошки бобов, почему бы их не положить в свеклу? Вот. И здесь, Юлию Владимировну, я сейчас попрошу вот лимончик выдавить вот на том агрегате. Как будем выкладывать? Маленькие пиалочки. Красиво? Красиво. Че, как будто в Узбекистане. Значит, то, что она чуть-чуть жидковата, это телезрители не должно смущать. На самом деле, если вы накроете пищевой пленкой, поставите в холодильник, свечи сделайте к утру, она будет тверже. Ее буквально можно будет намазывать на хлеб. Теперь смотрите. Вот у нас орешки, Юлия Владимировна. Какие орехи обычно есть у любого человека, даже со самым скромным достатком дома? Никаких. Наверное, арахис? Никаких. Ну, ладно. Ну, уж когда-то, хоть когда-то появляются орехи. Согласен, кедровый орешек дорогой. Там, может быть, вот этот. Ну, я вот хочу вот так посыпать. Смотрите. Хотите, я вам дам. Давайте. Во, проведем эксперимент. Я вам дам такую же пиалочку, и вы украсите ее по-своему. Я буду по-своему. Не просто еду сготовили, а еще и украсили. Молодцы мы, Юлия Владимировна. Молодцы. У вас энергичнее, больше динамики, целеустремленности и оторванности от земли. Все устремлено вверх. А у меня, видите, все приземлено, как-то размазано. Нет, у вас тоже все шикарно. Да? Ну и что-нибудь назидательное нам напоследок. Не банальное. Я запомнила вашу фразу, она меня поддерживала. Какую? Больше полугода. Жить без претензий. Да, серьезно? Надо взять на вооружение. Я не знаю, что же с ними утверждаешь. Все прекрасно. Все будет хорошо. Я не знаю, что, правда, у меня нет мыслей никаких. Ну тогда все. Аминь. Дорогие братья и сестры, батюшки и матушки, приятного аппетита. Дорогие братья и сестры.